Здорово! Сегодня я обучу вас очень классному, очень эффектному фокусу с картами, который называется «Ментальное фото». Этот фокус, он делается без какой-либо подготовки, с перетасованной колодой и просто нереальным эффектом. Значит, это всё делается со зрителем. Так как зрителя нет, я вам просто расскажу, как это будет происходить с вами и вашим зрителям. Итак, вы берёте колоду, вы отдаете зрителю её перетасовать, к примеру. И теперь он запоминает абсолютно любую карту в колоде. Вот вы берёте, показываете ему, спрашиваете, вы запомнили карту? Он говорит, запомнил. Всё, без каких-либо проблем, вы подснимаете несколько раз, ещё можно разок подснять. И пока мы останавливаемся. Теперь что мы делаем? Берём, открываем веер и попросим зрителя посмотреть, видит ли он свою карту в этой всей колоде. Он говорит, либо да, либо нет. Мы берём, ещё подснимаем, ещё подснимаем. И теперь уже я нахожу с колодой одну карту. Например, вот таким вот образом, оп, у нас появляется туз. И этот туз мне сейчас поможет найти карту зрителя. Вот смотрите, он берёт зритель, подснимает в любом месте, мы его это просим. И теперь я задаю вопрос. Вы действительно хотите именно в этом месте подснять? Вы уверены в своём решении? И он вам отвечает, либо да, либо нет. Если нет, он переподснимает, если да, то он останавливается. Кладём именно в то место, где он подснял карту нашу, туз. И теперь это всё мы просто подкидываем таким вот образом. Именно в этом месте будет карта зрителя. 100% совпадение. Очень крутой эффект. Это я вам точно гарантирую. И что самое интересное, фокус этот абсолютно не тяжёлый. Итак, как же он делается? Значит, как я уже сказал, вы здесь даёте зрителю запомнить любую карту, но вы не как в остальных фокусах даёте ему выбрать. Он выбирает, и вы контролируете. А здесь всё идёт намного тяжелее. То есть, вы листаете, и зритель в это время выбирает любую карту. То есть, вы ту карту, которую он запомнил, к примеру, может, уже давно пролистали, и не знаете, в каком месте она находится. То ли она 10-я, если отсчитывать сверху, то ли она 20-я. Поэтому здесь очень такая тонкая схема, которая делает суперэффект. У нас сейчас в колоде здесь 52 карты. Я выложил 2 рекламные карты и 2 Джокера. Из 52 карт для начала мы делаем определённые рамки. Это 6 карт. Далее из 6 мы выбираем 3. Ну а потом уже одна, точно из трёх, будет картой зрителя. И мы её точно определяем. Как же это всё происходит, все варианты я вам сейчас расскажу. Первым делом вы даёте колоду перетасовать зрителю. Как я уже сказал, всё очень чисто, без каких-либо подвохов. Взяли, перетасовали, делали флориш какой-нибудь. Там раз, раз, раз. И теперь в итоге все карты сложили в кучечку. И ещё разок подсняли. Теперь смотрите, как мы даём зрителю выбрать карту. Понятное дело, это не делается по-простому. Это делается с определённой тонкостью. Вот смотрите. Для начала вы берёте, ставите колоду вот так к зрителю. То есть, чтобы он видел только переднюю часть колоды. И вы говорите в это время. Я сейчас буду пролистывать вот так вот карты. Ну а вы запомните абсолютно любую. И здесь вы берёте и поворачиваете на зрителя карты. И начинайте слистывать. Получается, у нас есть четвёрка черви. Это та карта, с которой начинается отсчёт. И теперь вы отсчитываете пять карт. Раз показали зрителю, два показали зрителю, три, четыре, пять. И теперь из этих вот шести карт зритель, возможно, запомнит абсолютно любую карту. Вот смотрите. Почему так? Потому что мы листали вот так вот карты. И начиная с четвёрки мы переворачиваем ровно карты. И зритель может запомнить именно четвёрку. И у меня, кстати, уже раз так было. Потом мы пролистываем карты. И он из этих может абсолютно любую из этих шести карт запомнить. Любую. И семёрку, и десятку короля, пятёрку даму. Всё может запомнить. Ну, вы отсчитали шесть карт. И далее вы останавливаетесь и спрашиваете. Скажите, пожалуйста, вы запомнили карту? И далее от этого ответа будет зависеть, то ли вы продолжаете ещё отчитывать шесть карт, или же вы делаете всё по фокусу. Вот, к примеру, наш зритель особенный, он сказал, что я не запомнил карту. Но на самом-то деле я три раза показывал этот фокус, и три раза с первой шестёрки у меня уже запоминали. Не запомнили? Хорошо. Вы ещё пролистываете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Запомнили карту, к примеру? Запомнили. Если нет, то вы продолжаете всё точно так же пролистывать. Теперь смотрите, вы всё складываете, сделаете зазор. И вот это вот те шесть карт, которые, возможно, одна из них там зрителя. Она невозможна, она там есть, одна зрителя. Но неизвестно, какая для нас. Вы берёте и подснимаете. То есть, таким образом, сейчас у вас эти шесть карт находятся внизу. Раз, два, три и раз, два, три. Мы смотрим это. Семь, три, четыре, восемь, десять валет. Зритель мог запомнить, точнее, он не мог, а он запомнил одну карту из этой шестёрки. То есть, вы видите, у нас была колода, целая колода карт, 52 карты. И теперь у нас уже есть шесть карт, одна из которых зрителя. Что происходит дальше? Вы берёте и отсчитываете снизу раз, два, три карты. Берёте эти три карты на зазор, и ваша задача, эти три карты перевести наверх колоды. Это делается очень просто. Вы подснимаете колоду пополам. И вот эти три карты у вас получаются сверху просто ложатся на эти все стопочки, на все карты, которые вы сверху подсняли. И теперь вы берёте, ещё разок подснимаете. И здесь самое главное сделать в два подснятия. Не в три, не в четыре. А именно в два. Чтобы сохранились и нижние, и верхние карты. Теперь у вас есть три случайные карты, одна из которых, возможно, зрителя здесь, сверху колоды. И ещё три карты, одна из которых, возможно, зрителя снизу. Вы этого не знаете. Теперь ваша задача отсеять три карты. Это делается безумно просто. Вот смотрите, вы делаете веер. И вы должны обязательно раскрыть нижние три карты так, чтобы зритель чётко их видел. 8-10 валет. Это одна, возможно, его карта. А, возможно, одна из этих. Но вы раскрыли, и теперь ваша задача сделать акцент на эти три карты. И вы говорите зрителю, посмотрите, пожалуйста, на эти все карты. Но так как вы начинали отсчёт именно отсюда, зритель начнёт смотреть именно с первой карты сюда. И он смотрит. Так, например, я запомнил 10 буби. Ага, вот она есть. То есть он говорит, я вижу, например, свою карту. Или он, например, запомнил вот эту карту, четвёрку пик, и он не видит. Потому что вот здесь вот ещё главное не открыть последние карты, чтобы он не видел их. Если вы сразу заметили то, что он начинает смотреть, он точно просмотрел первые три карты, и он не заметил свою карту, значит всё. Нижние три карты нам уже не нужны для фокуса. Вы их можете забывать. Вам нужны именно вот эти вот верхние три. Если же зритель сказал, я вижу свою карту, тогда ваша задача следующая. Вы берёте, отсчитываете две карты, и точно таким же образом вы перебрасываете их наверх. Раз и два. Но, к примеру, зритель сказал, я не вижу свою карту. И вы уже понимаете то, что одна из этих карт находится вверху колоды, и одна карта точно зрителя. Теперь идёт очень-очень простые манипуляции. И всё идёт на реакцию зрителя. Вот смотрите, вы берёте сейчас, проявляете одну верхнюю карту абсолютно любым способом. Ну, давайте, к примеру, можно её выбросить вот таким вот образом. Выбросили и показали зрителю. Можно сделать это вот таким вот образом. Берёте палец и делаете вот такое движение. Но, вы берёте руку, ладонь правую, и закрываете. Резко сделали движение, и уже достали одну перевёрнутую карту. То есть, как проявить карту, это уже ваша инициатива, то есть, как вы захотите. У вас есть четвёрка. Это одна из этих трёх карт. И теперь ваша задача взять и посмотреть, как зритель отреагирует на это. Если он будет смотреть на вас и без каких-либо реакций, значит, вы продолжаете речь. Вы говорите то, что эта карта поможет найти вашу карту. Или вы говорите, что это моя карта, любимая, например. Или что-либо ещё говорить. То есть, вы должны отвести уже внимание от этой карты немножко в сторону. Теперь вы берёте колоду и делаете подснятие. Раз и два. Вы переводите одну верхнюю карту вниз. Берёте зазор. Половинку подсняли сверху. И теперь из зазора, вот наша троечка, переходит вниз колода. Теперь у нас из той троицы одна сверху карта, вторая снизу. Это не карта зрителя. Значит, одна карта зрителя находится либо верхняя, либо нижняя. И теперь вы спрашиваете у зрителя, скажите, пожалуйста, назовите свою карту. Если он скажет 4 пик, значит, это какой-то очень плохой зритель. И он хотел, чтобы у вас ничего не получилось. Поэтому он молчал, когда вы её достали. Всё, фокус получился. Если же зритель говорит, например, 7 пик, либо 3 пик. И вы видите, что это не его карта. Тогда вы берёте и просите, чтобы зритель подснял в любом месте. Вот, к примеру, он берёт и подснимает. И теперь ваша главная задача – задать ему вопрос. Вопрос вы задаёте абсолютно любой. Но с акцентом на то, что действительно ли он хотел так подснять. Формулировка, понятное дело, не важна. Самое главное, чтобы он отвлёкся на ответ. Например, мы его спрашиваем. Ты уверен в том, что ты подснял карту? Именно в этом ты месте хотел? Или, может, ты поменяешь своё решение? Он, к примеру, говорит, да, я здесь хотел. Вы берёте четвёрку, кладёте, но вы кладёте уже на верхнюю карту. То есть, вот наша карта, семёрка. Это у нас получается вверх колоды. И вы берёте, накрываете низом. Если вы фокусник, вы, возможно, это заметили даже в демонстрации. Но я вот три раза показал, и вообще всё идеально всё прошло. И действительно никто ничего не заметил. Вы взяли, положили, получается, нашу четвёрку. Это верх колоды, это низ. Вот здесь наша семёрка, и вот наша тройка. И далее вы берёте, переворачиваете эту карту. Вот так вот. И теперь у вас проявляется одна из этих карт. Если зритель сказал 3 пик, всё, вы уже её нашли. Если же зритель сказал 7 пик, вы берёте и просите его подснять вот эту карту. Он её переворачивает и всё же видит её тоже. То есть, это просто класснейший фокус. Теперь давайте мы сейчас пройдёмся по схеме немножко уже быстрее. Берём, даём зрителю особо выбрать карту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, к примеру. Он спрашивает, запомнил, не запомнил, всё. Подсняли. Всё, наши три карты здесь. Теперь вы берёте, отчитываете. Три карты наверх, перебрасываете. Три сверху, три снизу. Далее делаете веер. И уже дальше пошло следующее. Видит или не видит. Видел, всё. Значит, одна из этих трёх находится внизу. И если не видел, то одна из трёх находится вверху. Если он увидел, берём, перебрасываем две карты наверх. Если он не видел, то тогда одну карту вниз колода. Это очень важно. Если он, ещё раз повторю, не увидел свою карту, значит, она вверху. И вам нужно одну карту подснять вниз. Либо подснять её вниз после того, как вы одну проявили. Если же он увидел, то тогда вы берёте и две карты перебрасываете наверх. Вот так вот. Возможно, карта зрителя и возможно, карта зрителя. Проявили одну, оп, посмотрели на его реакцию, ничего. Съехали, что эта карта поможет сделать фокус. Попросили назвать в любом месте, любую, ту карту, которую он запомнил. Он говорит, например, давайте, шесть червей. Просите его подснять. Он подснимает. Вы задаете ему вопрос, он отвлекается на ответ. И потом вы просто в наглую кладёте наверх колоды. И накрываете. Переворачиваете. Он сказал, шесть червей. И вы показываете здесь шесть червей. Суперфокус. Простая схема. 52 карты, рамка, шесть карт. Три карты выкидываем. Остаётся одна из трёх. И стопроцентное совпадение. Вот у кого был очень-очень эффектный фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч. Я в описании скину ссылку, что это было за колода. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok